Здравствуйте дорогие зрители! Я рад вас приветствовать из такого красивого места откуда я вещаю впервые это Павлоградский район сейчас 11 градусов тепла среднесуточная температура 8 градусов а я читал что до плюс 5 среднесуточной ну конечно если не будет заморозков грибы еще продолжают свой рост первый найденный в этом лесу гриб масленочек сейчас я посмотрю прелестный чистюля лес преимущественно сосновый но встречаются молодые дубки я люблю такую местность она сулит наличием белого гриба в этом красивом месте я нахожусь не сам а со своим братом Александром вот он привел меня в свое место белых грибов а я здесь узрел кажется масленка красивого да действительно красивый берем что интересно этот масленок видите был слегка поврежден как будто кто-то наступил на ветку и ветка его поломала шляпку и здесь такие же встречаются может быть кто-то сон не вполне зрячий или же пренебрегал такими грибами как маслята я не знаю такую брать или нет возьму ладно все равно они потом режутся единственное что чистить неудобно вид грибалочки здесь нетрудовой а скорее прогулочный вы видите перед собой чистый лес словно ковер простилается мох ходите наслаждаетесь гуляете гуляете и собираете настоящий релакс это конечно не тайга лес в нашем регионе любой лес можно назвать общественным местом здесь много людей гуляет все доступно а поэтому изобилием белых грибов похвастаться мы не можем однако бывают периоды когда наступает волна и именно ты приходишь первый в лес и тогда тебе везет очень сильно не меньше чем людям живущим в тайге просто на всех прям на всех этого добра не хватит ну мы же с вами везунчики сердце завмырая экземпляр очень чистый красивый посмотрите на его ножку она тоже бурого цвета ведь это же сосновый бор почему я не могу назвать его боровик зачастую можно перепутать масленок с белым посмотрите какая шляпка цвет да она уже немножко подсохшая а это масленочек маслят в этом году очень много я смотрю в продаже их тоже очень много у нас в городе и причем что то недорого недавно одна наша родственница отметила что в четырнадцатом году было очень много грибов и тогда многие говорили что это к войне и когда я после недавней грибалки сетовал на отсутствие грибов в лесу она говорила это наверное к лучшему лучше пусть грибов не будет но война закончится а я за то чтобы и грибы были и война закончилась вот интересно во мху такая большая шляпа скорее всего это масленок да это старый масленок но есть здесь и молодой экземплярчик о под дубочком следующий сегодня листая ленту тиктока мне попался один белорусский блогер в сюжете он с друзьями взяли на анализы из леса белорусского леса грибы боровики а также польские грибы чтобы отнести их лабораторию протестировать так вот он отметил то что во многих справочниках грибы польские как и грибы маслята накапливают радионуклиды и прочие вредные вещества не буду брехать я не помню на какие именно вредные вещества проверяли грибы но в боровиках показала всего-навсего двадцать семь единиц при норме до двухсот очень чистые оказались грибы а вот а вот польские показали четыреста с чем-то единиц то есть что свидетельствует о том что они действительно как фильтра накапливают вредные вещества все-таки белые грибы есть за что ценить кроме конечно их величественного вида и вот бог послал нам ценный экземпляр беляк молодой беляк крепкий давайте-ка с вами проверим вот этот бугорочек чем же он нас порадует или удивит а он нас удивит глубоко сидящим белым прекрасный экземплярчик еще один в копилочку еще одно украшение этого леса такая тихая благоприятная обстановка способствует тому что голову посещают разнообразные философские мысли если вернуться к теме войны мы же с вами знаем что в мире наивысшую ценность представляет собой человеческая жизнь так ради какой такой еще более высшей ценности можно идти войной в другую страну убивать тамошних жителей мы можем с вами перечислить множество причин но ни одна из них не будет выше человеческой жизни нам простому люду важно чтобы мы наши семьи жили хорошо а все остальное это только повод для манипуляций красота чистейший здесь дуб организовал такой приятный тенечек для предыдущего масленка атмосфера у него была там курортная ну а этот масленочек выбрал себе мягкую перину он совсем маленький я его не буду срывать есть здесь экземплярчик покрупнее сейчас мы увидим с вами нечто удивительное среднем мха настоящий боровик как бы кто его не называл я назову его боровик это же ведь боровой гриб удивителен еще тот факт что он здесь такой не один такой большой посмотрите приподнимая мох какая голова здесь вылазила аж сломалась вот так нужно очень внимательным быть в этих местах я смотрю некоторых блогеров они блуждают по лесам беломошковым или как они правильно называются там где мох белый здесь же лес зеленомошковый зеленомховый предыдущих роликах лишь местами мы могли видеть мох в лесу здесь он практически везде покрывает всю площадь как мы знаем он влаголюбив наверное накапливает задерживает влагу и оттого грибам здесь особенно хорошо я иду неспешно прогуливаясь и кручу бестолковкой на все 360 градусов я сегодня после суточного дежурства иду наступаю на этот мягкий мох он такой мягкий и это погружает меня полусон такую медитацию я медленно иду и сквозь приспущенные шторы ищу какой-либо предмет силуэтом напоминающий гриб увидя таковой я бодрюсь как будто только что выпил чашечку кофе это маслята а ежели повстречаю белый гриб да квин мне аж крыло надое внутри этого маленького кустарничка дуба что-то растет это конечно же беляшик кто-то просил меня не назвать как называть их беляшиками а беляшками кому-то слух режет я бы рад но я уже привык так что будут беляшки и беляшками буду называть пока я с вами рассуждаю как их называть оказывается видите ли вы здесь здесь еще крупнее экземпляр ждет вообще красавец это таких мы будем называть беляшела в двух шагах от этого кустарничка полючок вырос такой конечно кустарничек жиденький я каже моя матушка таке-сяке волосечку а одному миссию затышок это тот же самарский лес который вы знаете в черкасском гвардейском просто местность здесь более равнинная и таких болотец как я люблю не встречается вот зайдя в такую местность где преобладают маленькие дубочки среди сосен нередко встречаю польские честно говоря я их не особо праздную в жареном виде но в мариновке они прекрасны здесь явно давно никого не было какие роскошные шляпки маслят и ноги толстые все как я люблю тихим сапом собирается корзинка и все таки повстречалась одна низинушка она такая неглубокая и в ней ничего я не нашел но выйдя из нее под дубочком молоденьким я видел огрызок яблоко краснеющий а за ним беля или беля как кому нравится а тут таких дубочков множество не не быть очень глазастым обладать исключительным зрением чтобы увидеть вот этот большой экземпляр просто сюда еще не ступала нога грибняка просто на всю делянку красивенный экземпляр и совсем уже на поверхности мы с вами наблюдаем вот такую хляпку белячка он вот вырос под вот этими старыми соснами немножко отдаляясь туда мы видим более молодые сосны и там уже не встречаются грибочки поэтому я придерживаюсь старых сосен еще один молодой экземпляр старой сосны а нагнувшись за ним мы с вами видим второй экземпляр на этом участке экземплярчики маленькие больших я здесь не встретил хотя должен был все-таки место проведывает кто-то вот этот кто-то в детстве наступил на шляпку этому повредил и интересно друзья то что средь множество разнообразных следов на этой полосе встречается вот такезный беляж просто никто не обращает на него внимание не он здесь себе растет размеров каких сам желает удивительно удивительно еще и лапы больше похожи на медвежьи ну понятное дело это какая-то собака огромная семья маховичков почему-то мне не хочется их брать они зачастую червивые синеют это не урчит у меня в животе это трется вот эта упавшая сосна об еще живую так-то вообще здесь под дубочками уйма этих маховичков и там я смотрю и вот можете видеть гакуши этот дубочек порадует нас семейством маслят от мала до велика и все хороши часы вот так-то шикарная прогулка по новой местности неплохой результат я считаю зачетным приятный лес нужно было раньше сюда приезжать чисто спокойно ровно и плодотворно и плодотворно и так дорогие зрители я все мечтал мечтал сегодня найти какую-нибудь зачетный экземпляр и нашел его да может быть он там слегка подъеден в одном секторе крутой а вот и мой брат александр благодаря которому я сегодня здесь александр вы знаете из роликов прошлых лет ну что ж сорвем его в самом конце грибалочки такая радость так что на сегодня я объявляю грибалочку закрытой спасибо что были со мной подписывайтесь на канал если еще не подписаны жду от вас комментарий если не знаете что написать то хотя бы поставьте смайлик и до новых встреч друзья пока